Сегодня депутаты провели последнюю в этом году сессию городского собрания Сочи. По традиции, самый важный вопрос уходящего года – это бюджет города на 2019 и плановый период двух последующих лет. Еще на предыдущей сессии были утверждены основные параметры бюджета. Это общее количество доходов с учетом краевых субсидий и расходная часть бюджета. Он сбалансированный и бездефицитный. И самое главное – социально ориентирован. Более 60% из казны курорта будет направлено на соцнужды. Бюджет у нас социально направленный, так же, как и в предыдущие годы. Параметры мы назвали 10,6 миллиарда рублей и доходы, и расходы. То есть он сбалансирован. Мы полностью заложили 100% средств, которые касаются заработной платы бюджетников. Это содержание, то есть коммунальные оплаты всех бюджетных учреждений. Это питание школьников, это содержание города. Основные те, которые обязательные платежи, они заложены в нашем бюджете в полном объеме. На прошедшей сессии утвердили параметры бюджета, а на сегодняшней депутаты проголосовали за конкретные направления, на которые будут потрачены средства. Всего в планах на реализацию 26 муниципальных программ и 16 краевых. Все они охватывают основные направления социально-экономического развития города. В приоритете строительство школ и детских садов, водопроводных и газовых сетей, локальных очистных сооружений. Так, например, депутаты заложили средства на строительство водопроводных сетей для 8 домов на улице Володарского. Не оставят один на один с проблемой и обманутых дольщиков, которые вложили свои средства в строительство многоэтажек в разных частях Сочи. Наши, так сказать, люди, которые купили дома, а застройщики бросили, вот к четырем домам, которые не выполнили обещания перед гражданами застройщики, в бюджете предусмотрено строительство инженерных сетей. Это ЖСК Бриз, Ареда, переулок Теневой. Вот поэтому это тоже, наверное, очень важно, что мы их не забываем. Также дополнительные средства будут направлены на подвоз школьников, реконструкцию дорог, на развитие электроснабжения, транспортировку бросового мусора, на переселение сочинцев из аварийного жилья. Предусмотрены бюджетные деньги и на сохранение зеленого убранства курорта, на инвентаризацию растений и борьбу с карантинными вредителями, а также на кронирование деревьев и снос аварийных. Найдутся средства и на строительство фонтана в Олимпийском парке. Это не только украсит город, но и привлечет в Меретинку еще больше туристов. Не останется без внимания и отрасль культуры. Все финансовые обязательства по финансированию этой важнейшей для города сферы будут выполнены в полном объеме. Сегодняшняя сессия, как говорят, все точки над «и» растаяла. Мы хорошо понимаем и знаем всю ответственность по принятию решения по бюджету. Что приятно и что отрадно можно сообщить нашим сучинцам, что можно будет в опубликованных источниках прочитать все программы, проекты, которые будут вестись на протяжении 2019 года в каждом районе, детализированы даже по каждой улице. Также депутаты особо подчеркнули, что крайне важно использовать бюджетные средства эффективно. Максимум усилий нужно приложить на снижение расходов, не обеспеченных реальными источниками финансирования. Плотно поработать нужно и над пополнением доходной части бюджета. Речь идет в том числе и о недоимках. По налогам это 300 миллионов рублей. По неналоговым платежам около 600 миллионов. По большей части это долги за аренду земли. Кроме того, пополнять доходную часть бюджета необходимо и за счет использования инвестиционного потенциала курорта. Сегодня же на сессии был утвержден индикативный план социально-экономического развития города на 2019 и плановый период последующих двух лет. На сессии было озвучено, что сегодня население Сочи более 526 тысяч человек. Ну а уровень безработицы в городе самый низкий по Южному федеральному округу. Он составляет всего 0,3%. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.